Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» и в студии Лицарев Михаил, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета. Сегодня у нас в гостях Артем Владимирович Маркилов, кандидат исторических наук, директор Кировского областного краеведческого музея. Здравствуйте, Артем Владимирович! Добрый день! Сегодня тема такая, на самом деле многие люди не задумываются об этом, а если задумываются только тогда, когда видят, это тема музеев. Это тема музейного дела и того, какова ее история вообще музейного дела, какое нынешнее состояние музейного дела и то, вообще имеет ли какое-либо культурное влияние музей на человека. Тем не менее, мне хотелось бы начать вот с чего. Мне хотелось бы, опять же, понятийный аппарат разобрать. Давайте скажем, музей. Собственно, это как раз с греческого переводится как «дом-муз». И если говорить уже нашим языком, то учреждение, которое занимается сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов, памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. И, Артем Владимирович, все верно? Ну, наверное. Я за вами не проверял. Итак, наш родной, близкий нам всем Кировский областной краеведческий музей. Мои студенты туда ходят каждый семестр. Сразу же передаю им привет и говорю, что вам скоро придется идти, мои новые студенты. Спасибо. Мы их ждем. Да. Итак, наш, собственно, Кировский областной краеведческий музей состоит из нескольких корпусов. Да. Главное здание музея, которое как раз располагается на Спаской-6, было открыто 18 мая 2006 года в год 140-летия Кировского областного краеведческого музея. И само здание расположено в историческом центре города. Вы знаете, прямо через дорогу там Креола. Это, кстати, главный почему-то ориентир. Когда говоришь Краеведческий музей, все говорят, ой, Креола, а, это там вот рядом. И все сразу же все понимают. Понимаете? Хотя для меня, например, гораздо лучший ориентир, чтобы найти Креола, да, это через дорогу Краеведческий музей. Вот. И там раньше находились торговые ряды, построенные в начале 19 века архитектором Росляковым. Также здание является памятником истории и культуры регионального значения. Да, верно. Да. Далее у нас идет диорама. И, насколько я знаю, называется «Вятка, 1917 год». Нет, там экспозиция называется. А, это экспозиция. То есть, а так, это музейный выставочный центр «Диорама», где центральное вот это полотно, посвященное событиям 17 декабря 17 года. А так, на втором ряду, на втором этаже, вместе рядом с диорамой, вот, находится экспозиция, которая, вот, правильно, как вы назвали, произнесли ее название. Она, по сути дела, посвящена истории нашего города, конца 19-го, начала 20-го века. И, в общем-то, мы рассматриваем диораму, как, в общем-то, музей истории 20-го века, уже современности. Ну, и центральное полотно — это самой диорамой, которая в 77-м году открыта. Бесспорно, ну, понятно, что это был идеологический проект того времени, но для меня... К 60-летию октябрьской революции. Да, совершенно верно. Но вот здесь сейчас был Воснецовский пленэр, всероссийский Воснецовский пленэр. И там приезжали очень известные художники, они специально приехали, ну, посетить, вот, посмотреть диораму. Их реально потрясло само полотно, потому что, ну, там, действительно, там же 185 человек изображено, да. Из них часть, в общем-то, исторических личностей. И как бы мы не оценивали те события, насколько они правдиво изображены, это, в любом случае, факт и истории даже у искусства 70-х годов неслучайно за создание диорамы была, ведь создатели получили государственную премию. Да, они заслуженные деятели искусств РСФСР, как раз Интезаров и Соломин. Да, и Соломин, вот, его коллеги прямо звонили с диорамой, говорили, слушай, мы потрясены, мы вот видели много диорам в России, но это самое лучшее. Вот, в общем-то, и тоже один из наших коллег, он никогда не был в диораме, и вдруг его друзья приезжают и говорят, слушай, а ты был вообще, ты живешь в Кирове, ты в диораме был? Он говорит, нет. Ну, сходи, посмотри, у него было вот такое же, как бы, потрясение, то есть он не ожидал, что это, в общем-то, такой факт уже истории. Кстати, я вот до прихода на должность директора не знал, что, оказывается, сначала писалось полотно, и когда было написано полотно, здание строилось под полотно в течение года ударными темпами. Вот такой потрясающий факт. Да, потрясающий факт, но и надо сказать, что вообще-то диорам осталось в России очень, ну, несколько десятков, даже создана такая ассоциация музеев-диорам, куда наше, вот, наше дело входит, наш музей туда входит, потому что, на самом деле, содержать диораму — это дорого. Конечно, конечно. Далее у нас идет еще один корпус, это, пожалуй, наверное, самый известный, а сейчас и в какой-то степени даже и скандально известный, да, и известный я, это приказная изба. Ну, сейчас приказная изба закрыта, там, значит, ее экспозиция находится как раз в диораме, вятские народные художественные промыслы. Это такой вариант временный, но при этом хочу отметить, что сейчас в диораме у экспозиции вятских художественных промыслов даже больше площадь, чем она была в приказной избе. Я, опять же, к истории, Артем Владимирович, вятские народные художественные промыслы, вот, музей их как раз был открыт 11 ноября 1977 года, и здание — одно из первых каменных строений гражданской архитектуры города первой половины XVIII века. Совершенно верно. Является памятником архитектуры федерального значения, и после реставрации 1973-1975 годов в здании как раз и разместилась экспозиция, посвященная истории развития народного прикладного искусства Вятского края. Да. Следующий корпус — это музей Салтыкова-Щедрина. Музей, дом музея Салтыкова-Щедрина, Ленина, 93. Действительно, он замечательный тем, что в этом доме реально с 1848 по 1855 год жил Михаил Графович Салтыков. То есть это дом, который относится к его жизни. Понятно, что... Да, период жизни в Вятке. Да, совершенно верно, когда молодой Салтыков здесь был, и он здесь находится. Сейчас понятно, что... При том, что Михаил Графович бесспорно фигура значимая и для российской литературы, и для российской общественной жизни. Но вот я с коллегами все больше обсуждаю, что нужно говорить об этом месте, потому что это все-таки центр города, который там активно расстраивается. В то же время сохранилась усадьба начала первой половины XIX века. И я говорю, что давайте мы все-таки будем вести к тому, что будем говорить не только о доме музея Салтыкова-Щедрина, а усадьбе русского провинциального чиновника первой половины XIX века. Потому что, в общем-то, далеко не в всех городах такое сохранилось. Конечно, безусловно. То есть расширять это. И следующее, как раз, опять же, тоже, скажем так, и именной музей, это музей Грина, который был открыт 23 августа 1980 года к столетию, со дня рождения как раз, собственно, Гриневского. Да, да. Гриневского, прошу прощения. Да. Одноэтажный каменный дом с мезонином принадлежал Кристиану Морозову и сейчас также является памятником истории и культуры федерального значения. Совершенно верно. Ну и последний, завершающий, самый молодой, самый юный, но от этого не менее бойкий и важный корпус, да, это музей воинской славы, который был открыт к 25-летию вывода советских войск с территории Афганистана. Да, совершенно верно. Находится рядом с филармонией. Кстати, многие жители не знают его, где он находится. Вот я с этим сталкиваюсь постоянно. Но он ведь во дворах. Ну, он во дворах, он за памятником, за памятником вот нашим землякам, павшим в локальных вооруженных комплектах последних десятилетий 20-21 веков. Вот, он вот прямо за ним, но просто вот мы сейчас, кстати, в частности, прорабатываем вопрос, что надо какой-то указатель ставить, потому что даже коренные горожане не знают, где он находится. И что касается, опять же, Краеведческого музея, многие горожане в том числе ведь не знают, ведь, истории нашего Краеведческого музея. Они не знают, как вообще музейное дело, в принципе, зарождалось в городе Вятке, а потом уже и в Кирове, как вообще это все дело расцветало и процветало ли оно, вот так скажем. Что, Артем Владимирович, можете рассказать из истории Краеведческого музея? Это, конечно, история очень долгая, потому что она действительно вбирает в себя несколько этапов. В следующем году как раз наш музей будет праздновать 155 лет, то есть, соответственно, он был открыт в 1866 году. Он связан с именем Петра Владимировича Алабина, который сюда приехал служить, он был чиновником, но при этом был человеком очень неравнодушным, и который, по сути дела, начал несколько лет готовил это замечательное открытие. Этого музея, которое должно состояться. Это открытие, сразу же отмечу, что оно произошло бесспорно при поддержке и тогдашнего руководства Вятской губернии и общественности. То есть, это было такое общее дело. И как сам Алабин говорил, что открытие музея, оно должно, скажем так, продолжать цивилизовывать наш край. Вот это такой очень важный термин. Затем у музея были очень разные времена, когда он был, например, в таких подсобных каких-то помещениях у училища, реального, кажется. Да, реально. Вот, реального училища. Новый период наступил после уже 1917 года. Наиболее успешный это был как раз в 20-30-е годы, когда музей находился, ему было в Рили, наконец-то, отдельное здание с правым отоплением, там, с водой. Это сейчас угол почти современной Спасской и Маркса, где сейчас находится корпус современного нашего опорного университета. Во время войны музей был законсервирован, он не работал. Поэтому, кстати, очень большие вопросы по многим экспонатам, которые, значит, вполне возможно были утеряны во время войны. После войны он был открыт и начал очень активную работу. И, конечно, бесспорно, таким золотым периодом, это были вот 60-70-е годы, когда все знали музей областной краеведческой, его главное здание, вот в том же здании, где сейчас у нас театр на Спасской, и вот эту галерею залов все, наверное, на наше поколение помнят. Даже, знаете, такой интересный момент, что люди из районов, например, там какие-то пожилые учительницы, которые давно не были в музее, они так детей привозят именно к тому зданию, вдруг понимают, что здесь ничего нет, и они там ищут в интернете, там своих гаджетов, телефоны, и звонят и говорят, а где вы находитесь, мы пытаемся вас найти. То есть насколько велика, вот знаете, такая оказалась память о том, что музей находится вот там. Потом, когда, ну, были вот эти тяжелые 90-е годы, это был такой своеобразный парадокс, что у главного музея области не было главного здания, то есть постоянной экспозиции не было, только были выставочные площадки. И вот, как вы уже сказали в самом начале, уже в 2006 году, наконец-то состоялось это событие, и вот на Спасской 6 было открыто главное здание с постоянной экспозицией, с выставочными площадками. При этом, знаете, такой тоже парадокс, что вот мы, помни, старое здание, вот, например, с вами, мы понимаем, что там эти было, вот это, помните, галерея залов, ты входишь в первый зал, где стоял Бизон Короткорогий, сколет Бизона Короткорогова. Тоже такая, в музее существует, мне очень понравилась шутка, я когда пришел, это же были ограничительные мероприятия, и коллеги делали такие, сделали ролик с любопытными высказываниями посетителей. И, значит, мне очень понравилось, больше всего понравилась фраза одного мужчины, что в моем детстве он был больше, Бизон был больше. Вот. Парадокс в том, что, и понятно, что это было, было старое здание с большим количеством залов и такой стройной экспозицией. Здесь у нас постоянные экспозиции, 4 зала, да, и еще несколько выставочных площадок. Но, когда люди приходят, и мы, в общем-то, им показываем все вот эти наши площадки, знаете, какая в конце? Мы не ожидали, что так много. Все-таки, когда пространство заполняешь, и более того, сейчас же идет вообще, особенно в федеральных музеях, в московских музеях, речь идет не просто, знаете, сделать выставку, а создать архитектуру выставочного пространства. Потому что понятно, что не везде есть такие там замечательные залы. Ну, даже вот как у нас в художественном музее огромный, замечательный зал. У нас этого нет. Поэтому надо думать над архитектурой выставочного пространства, где постараться в минимум заполнить максимумом. Кстати, интересный факт, что вообще заведующим, одним из первых заведующих Краевеческого музея вот в конце XIX века был назначен, собственно, Косарев, который являлся учителем юного, молодого реалиста Саши Гриневского, как раз будущего Александра Грина. И много лет спустя, намечая основные темы в набросках книги воспоминаний, Александр Степанович напишет «Музей при реальном училище». Вот-вот-вот, да. Да, да. По поводу того, когда приезжают из других городов и прочее-прочее-прочее, и не могут найти здание, я сразу же вспоминаю о консерватизме наших русских людей. Так как я занимаюсь первой русской революцией, да, и рассматривал манифест 17 октября 1905 года, и помню, когда собрал материал, я удивлялся, насколько в действительности не развита у нас инфраструктура была в Вятской губернии, насколько в действительности ее почти не было, что, к примеру, из Орлова до губернского города Вятки вы могли добраться только за полторы-две недели. А вот, например, от города Слободского на полностью груженные телеги три дня. То есть, ну, это прям какие-то такие цифры, вообще невероятные, это я просто как бы к тому, что, понимаете, мы на самом деле, правда, мы консервативные, и мы даже воспоминания держим именно такие, что, а в детстве он был, собственно, больше, а теперь он не меньше. Ну, такая деталь, конечно. И, вы знаете... Здесь же деревья всегда были большие, помните, как замечательно... Дрова ярче и прочее, да. И, понимаете, для меня, почему, например, тема музеев очень важна, вообще я искренне не понимаю людей, которые приезжают в другие города, и идут они в магазины. Я не понимаю, вот хоть убей, я не понимаю этого. Для меня сразу же становится понятным вообще, что у людей за ценности. Ну, знаете, вам, я думаю, вот что скажут люди, которых вы не понимаете. Они скажут, что это касается краеведческих музеев. Почему они не идут там в краеведческий или исторический музей? Потому что скажут, везде, во всех музеях, значит, страны одно и то же. Там, условно говоря, стоят там лапти, сарафаны, ну и что там еще. То есть неинтересно вроде, да. И поэтому как раз важно, чтобы какие-то были вещи, которые людей увлекают. Вот мы открыли, например, вот эту выставку тайной музейной коллекции. Там, понятно, предметы. Я говорю, это прежде всего истории не предметов, а людей, которые с ними связаны. И когда вот это люди поймут, что все, что... Вот нам позвонил, например, прожилой человек и говорит, я готов передать в музей замок моего деда или даже прадеда, который связан... Он служил на пароходе Булычева. То есть, понимаете, и тут такой сюжет разворачивается. Я говорю, что когда начинаешь заниматься историей, почему... Люблю историю за что? Там, на самом деле, это мощнее всех детективов, любовных романов и триллеров. В идеале, ну, мы здесь должны стремиться к этому, чтобы людям рассказывать, чтобы это, знаете, как-то зацепило. И было какое-то теплое чувство, и ты вышел потрясенный. Я уже приводил пример, например, вот у нашей коллеги из художественного музея. Вот у них есть проекты, один-два проекта в год, которые действительно тебя цепляют. Вот последний, меня как посетителя зацепил проект, посвященный Виктору Михайловичу Васнецову. Я вышел потрясенный от этой выставки, потому что я узнал... Да, я, кстати, слышал, что там очень прямо даже... Это было потрясающе. И об этом будут говорить, ну, достаточно долго. Собственно, и там Воснецов для меня... Ну, казалось бы, ну, что, мы про Воснецову уже Виктора Михайловича знаем все. Я увидел какие-то такие грани человека и художника, о которых не знал до этого. Вот это, наверное, самое главное. Когда ты вдруг понимаешь, что действительно эти люди, они или здесь жили, родились, или здесь жили, ну, и уехали, но, тем не менее, они воспринимали свою родину как именно малую родину, потому что без Воснецовых не был бы тот же художественный музей, ты вдохновляешься. Что для меня из всего из этого вот все очень странно. То есть, понимаете, люди... Кстати, это очень редко они говорят, что вот все одно и то же, лапки, еще что-то. На самом деле мы в какой-то степени отучились от понимания вообще, что такое музей. И когда люди приезжают в другие города, их волнует не столько, к примеру, понимаете, история города, не столько событий этого города, да, как, например, вот Ижевский казенно-оружейный завод, да, там, Воткинские восстания, Некрополь прямо вот уже ныне сначала разрушенного, а потом уже отстроенного в начале 2000-х там собора Михаила Архангела. И там, между прочим, очень известные люди, там, ну, я имею в виду наши земляки похоронены. То есть, понимаете, не это интересует, а интересует сам магазин. Понимаете, вот, ну, у нас такого ведь, вот такое-то, что, так у нас тут такого в Кирове-то не купишь. Но, понимаете, опять же, история. Ведь, допустим, в Древней Греции классик как-то сказал, что человек, не знающий своего прошлого, будущего не имеет. И индийцы, черт возьми, говорили, что человек, не изучающий свое прошлое, не имеет права на будущее и даже настоящее. Мы, опять же, настолько обезличили историю, настолько ее убрали из нашей жизни, что тут вдруг выясняется, понимаете, о огромном количестве магазинов вокруг, но нет музеев. И вот мы вообще, почему, почему тема там музеев и почему, Артем Владимирович, вот мы с вами сегодня здесь. Потому что, знаете, мы тут буквально недавно, мы с семьей любим очень выезжать по нашим русским селам и весам. И посещение музеев, и вот этот антураж, понимаете, провинциального или же сельского какого-то населенного пункта, он, ну, он непередаваем. И вот мы, значит, приехали в Яранск, прям нравится нам Яранск, там все-таки кафедральный собор Тона. Ну да. Как бы, где Тон, где Яранск. Да, там кладбище там замечательно. Да, прекрасно просто. И вот мы туда пришли в музей. Хороший музей. Вот в том плане, что он правда, он хороший, очень приветливые люди. Любого музееведа, любого служащего в сфере музейной называют всегда коллегой, потому что, правда, это же коллега. И вот мы приходим, а он говорит, вот, понимаете, вот у нас реставратора нет. Вот мы вот, например, вот у нас нет реставратора, мы вот то, что здесь вот есть, мы возим, собственно, в Москву. Я говорю, ладно, хорошо. Потом еще... У нас тоже нет реставратора. Да, мы идем дальше. Я, собственно, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот здесь вот, а вот как вот? Он говорит, вот, вы знаете, это все вот старое у нас все изображение. Это все изображение, которое еще в советское время, когда у нас был художник. Сейчас вот у нас художника нет, некому рисовать. Это беспокоит. Почему ты переживаешь? Ведь, понимаете, ведь у нас сейчас стало появляться большое количество частных музеев. Это хорошо. Да, это, безусловно, хорошо. Но когда ты туда приходишь, смотришь на все это, думаешь, ребят, ну вы хотя бы музей ведомы наняли. И наш Кировский Кривический музей, это, безусловно, место, горячо любимое мною, моей семьей. И я прекрасно знаю, что там работают, правда, профессионалы. Там работал Паш Шарабаров, коллега. Сейчас вот Павел Андреевич Чемоданов. Да, совершенно верно. То есть все равно люди, историки, коллеги, с которыми вот мы... Кому-то я экзамены вообще сдавал, а с кем ты учился, как с Павелом Андреевичем. Да, да, совершенно верно. Ведь это, на самом деле, большая составная часть нашей жизни. Вернемся после корвоткой рекламной паузы. Будет еще интереснее. Эх, времена! Итак, дорогие друзья, еще раз добрый день. С вами программа «Эх, времена». Лицарев Михаил, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета. И в гостях Артем Владимирович Маркелов, кандидат на исторических наук, директор Кировского областного краеведческого музея. Хотелось бы в действительности поговорить о том, как сейчас ситуация вообще, вот на данный момент, с краеведческим музеем, со всеми отделениями и корпусами. Хотелось бы узнать о выставках, которые есть и будут. Артем Владимирович. Ну вот смотрите, значит, сейчас у нас проходит в главном здании две выставки, которые рекомендую посетить. Это первая «Здесь некогда гулял я», понятно, цитата из Пушкина, из Евгения Онегина. Посвящена нашим главным улицам нашего города. Там есть картины, графики. Причем есть в том числе такие уникальные работы, как там их две. Одна девятнадцатого, вторая, конца девятнадцатого века. И очень интересная работа такого малоизвестного нашего художника Люстрицкого, который скончался в 70-х годах. И он писал «Город наш по памяти». Очень любопытные работы. Есть этот взгляд наших предшественников, давних или недавних, наших современников, которые писали «Наш город». Также, значит, представлены фотографии города современные и старого города. Причем, если вы думаете, что вы знаете все современные фотографии города, это не так, оказывается. Ряд, не современные, а старые фотографии города Вятки. Ряд намного шире. И вот я даже некоторые фотографии впервые увидел на этой выставке. Там есть два совершенно замечательных макета Александра Невского собора и Федоровской церкви. Камни из мостовой. Одной из наших центральных улиц города. Вот такой своеобразный эксклюзив. Тоже современные работы императорского фарфорового завода с вятскими сюжетами. И страховые доски. Это доски, которые были на квартирах и домах домовладельцев. Очень любопытный такой антураж. Тут, скажем так, городской среды XIX века. И в том числе таблички с названием улиц. Ведь история это все. Вот, например, там я всегда подвожу к одной из досок. Значит, мы находимся буквально в двух шагах от улицы Спаской, которая называлась Дрелевского. Но там у нас есть доска, которая напишется Дрелевского. Улица Дрелевского через И. Это факт. То есть она там до определенных времени называлась именно так. Тоже такой исторический факт. Это первая выставка. Вторая выставка, мы ее назвали «Тайной музейной коллекцией». Мы ее рассматриваем как выставку-превью нашего 155-летия. Собрали такие экспонаты с разными интересными историями. Для меня тоже было важно. Всегда знал, что первый вятский историк Виштомов, его знаменитая история Витчан, который все обращаются, кто занимается историей вятки, что он написал книгу «Вятская флора». Ее подлинник вот у нас в музее, вот она выставлена. И, конечно, удивление и потрясение, что, оказывается, он был хороший художник. То есть там же зарисованы все виды растений. То есть очень хорошо, и все не выцвело, сохранилось замечательно. История, значит, вот, например, как попал там клад, который там представлен. Это рабочий завод из Кош. В своем саду выкопал вот этот клад. И он, извините меня, его не сдал, как перекупщикам, а пошел и отдал в краеведческий музей. Или школьники 14-й школы в конце 60-х годов, они нашли Тору в разрушенном доме, разрушающемся старом доме. И тоже они там ее, извините, не сожгли, ничего-то сделали. Они принесли в музей. Это вот как раз то, мы говорим о том, что все-таки вот люди воспринимали, воспринимали некую связь времен. Да, связь времен. И вот эти истории, значит, мы постарались там показать. Очень интересные экспонаты, связанные, например, с Вячеславом Михайловичем Молотовым. Подарки, которые ему дарили уже, когда он стал руководителем страны. Очень-очень любопытные такие вещи. Большой блок посвящен реставрациям наших экспонатов, в том числе нашим знаменитым цеховым знаменам. Цеховые знамена, которые существовали в XIX веке, по оценке специалистов, по крайней мере, в ПФО, такого комплекта нет нигде. А на Вятке есть, на Жесте сделаны. Все вот цеха там, начиная от трубочистов, кончая другими специальностями, они там присутствуют. Очень интересно. Я, Артем Владимирович, простите, что перевиваю. Я вспоминаю период своей археологической практики. В конце первого курса Елена Алексеевна Кошелева, мой первый учитель в Царстве Небесном. И замечательная женщина. И я помню, мы копали кузницу на Герцена 24-25, где-то там, рядом с перекрестком Володарского и Герцена как раз. И я помню, мы там откопали пулемет «Максим» в внутреннем дворе и винный погреб, где было две бутылки. И вот я помню, Елена Алексеевна, она такую крамолу высказала. Она говорит, Миша, она меня назвала Бизончик, и она говорит, Бизончик, одну бутылку вот к нам в лабораторию, одну давай откроем. Я говорю, Елена Алексеевна, ну как же? Она, ну бутылку-то сохраним, а вот внутри, я говорю, ну давайте. И вот мы, значит, собрались вечером, сели, все такие, значит, готовые, все на раскопе, открываем, а там, ну, вот просто уксус. Ну так естественно, конечно. Потому что это же правило хранения и прочее, прочее, да. И у меня, Артем Владимирович, на самом деле вот такой вопрос. И у нас были достаточно сложноватые тут времена, я имею в виду март-апрель, и я уверен, что, я, точнее сказать, надеюсь, что ничего такого у нас уже не будет, я очень на это надеюсь, но все же нам не придется вновь это переживать. Но вот скажите, пожалуйста, как музей пережил и пережил ли? Ну, нет, ну мы пережили. Вы так вздохнули. Нет, понимаете, конечно, мы пережили, как раз в июне открылись, но понятно, что это было непросто, потому что посетителей нет, выставочные проекты готовятся, мы открыли, я 1 апреля пришел на эту должность, мы, хотя там коллеги снимали и до этого, сюжеты мы открыли в музее онлайн, там выставляли различные сюжеты, посвященные выставочным проектам, вот, значит, делали, сделали большой блог, посвященный Великой Победе, значит, по различным презентациям наших изданий были две лекции, посвященные маршалу Коневу в интернете, прошли с большим успехом в прямом эфире маршалу Коневу и экспозиции в музее воинской славы, кстати, если уж говорить, вот у нас в музее воинской славы, вообще-то, открыта новая экспозиция в апреле, об этом не знаю, посвященная именно Великой Отечественной войне, и там у нас есть и маршальский зал с подлинными экспонатами маршала Конева, например, есть винтовка нашего легендарного снайпера Николая Ивановича Галушкина, там есть боевые награды наших земляков, там есть трофейные вещи, в том числе немецких солдат и офицеров, есть, ну, оружие можно посмотреть, то, что нашли наши поисковики. Она, в общем-то, получилась экспозиция очень неплохая, но вот из-за того, что вот это были ограничительные мероприятия, они знают плохо, и мы всех зазываем, что вы приходите, посмотрите, потому что она сейчас, мы все-таки планируем сделать ее постоянной, потому что, ну, понятно, что все, что было в 41-45 годах, это такая величайшая трагедия, но это факт нашей истории, и благодаря нашим предкам эта победа состоялась, и, в общем-то, надо, чтобы люди об этом знали, там, и по тыловым нашим вещам, нашим заводам есть небольшой раздел, вот. Поэтому, когда мы 18 июня открылись, бесспорно, это было такое, знаете, как все говорили, мы уже натосковались, нам нужны посетители, нам нужно с посетителями работать. Но при этом понятно, что сейчас в основном идут, есть, конечно, какие-то исключения, но в основном идут одиночные посетители или, ну, так, какими-то семьями, там, или бабушка там с муками, естественно, со всеми предосторожностями, то есть мы закупили термометры, меряем температуру, стоят все вот эти приборы, чтобы можно руки, рекомендуем всем маски надевать, даже у нас маски, если там человек приходит без маски, у нас есть, мы можем выдать бесплатно, хотя, ну, даже на это пошли, вынуждены были пойти, предлагаем все, вот. Но бесспорно упали, упали посещаемости, и сейчас мы работаем над тем, чтобы ее вернуть, потому что я до коллег пытаюсь донести, что вы поймите, что если, например, один музей, один отдел сработал хорошо, там, скажем, он как-то попытался дотянуться до карантинных мероприятий, а у другого, ну, там, ближе к нулю идет, это ведь нас всех касается, не только одного отдела, потому что, ну, у нас же есть показатели, которые надо выполнять, там, госзадания, и, значит, как сказать, все реализации и проектов, и в том числе какие-то поощрения материальные, оно только за счет заработанных средств, вот. Я, знаете, Артем Владимирович, у нас программа подходит к концу, мне хотелось бы просто резюмировать, так скажем, и вы сказали как раз про связь времен, про историю, я не устаю повторять и своим студентам, и коллегам, я не устаю повторять и рассказывать одну, на самом деле, такую достаточно драматичную историю о младшем лейтенанте Труфакине. Вот я в свое время, когда в архивах было гораздо чаще, когда писал кандидатскую диссертацию, наткнулся как раз на личное дело младшего лейтенанта Труфакина. Младший лейтенант Труфакин, он родился в 1872 году, прошу прощения, в иранском уезде, поселок Змеевка. В 1890 году, 1890 году он ушел в армию, вернулся в 95-м, ушел в какой-то длительный загул, почти на полгода, и уже только в 1896 году поступил на службу в Вятское губернское жандармское управление. Потом у него был отпуск в 99-м году, и отпуск был продолжительный, почти три месяца. И вот все записи исчезают, и появляется, собственно, он только в 1912 году, в мае, так как он просит у начальства по состоянию здоровья выйти в неоплачиваемый отпуск, так скажем, неоплачиваемый, потому что у него семейная драма. И там начинается рассказ, какая семейная драма. Суть такова, что в мае месяце обе его дочери умирают от брюшного тифа. В июле месяце, 21 июля 1912 года, его супруга кончает жизнь самоубийством, повесилась. А он сам 30 августа 1912 года выходит на прогулку по реке Вятке на теплоходе, бросается под лопасти и кончает жизнь самоубийством. И вот вся жизнь, вся жизнь младшего лейтенанта Труфакина, вот все вот его 40 лет, они заключены менее чем на одной странице формата А4, даже не на листе, на одной странице. И я это все к тому, что в действительности мы, историки, которые в действительности являются частью вот этих самых музеев, учреждений и организаций, которые занимаются хранением памяти. Мы как раз не о том, что есть дата какая-то, а мы о том, что есть истории, есть люди. Дорогие друзья, помните историю своих предков, любите ее, цените ее, «Ходите в музеи, любите историю». Артем Владимирович, спасибо большое, спасибо большое за разговоры. Спасибо вам, всех ждем, ждем в наших музеях. Да, все, дорогие друзья, до новых встреч, всего доброго, до свидания. Эх, времена!